Чемпион России, московский ЦСКА, приехал в Баку на первую встречу против чемпиона Азербайджана, против Невчи. Судейская бригада из Израиля выводит соперников на поле и давайте пожелаем сегодня нашим соотечественникам удачи. Давайте будем верить в то, что все сложится у них удачно в этом турнире. На этот раз, в отличие от прошлого года, всем нам необходимо, чтобы наши команды играли как можно лучше, как можно увереннее на европейской арене. Режиссер трансляции представляет нам судей этого матча. Напомню, что вся бригада из Израиля, Асав Кинан, главный арбитр матча Абет Аль Рамели и Эйл Хартука, два лайнсмена. В составе команд гости футболиста ЦСКА, красные футболки и синие трусы. В воротах Игорь Акинфеев, номер 35. Защитники в центре, номер 2 Дэвида Шемберас, слева номер 6 Алексей Березуцкий, справа номер 15 Чиди Оля. Опорный хабек, номер 25 Элвил Рахимич, центральные полузащитники 17-й, Милыш Красич, 20-й Иржи Ирошик. На флангах слева 18-й Юрий Жирков, справа 8-й Ролан Гусин. И атака, пятый номер, капитан команды Сергей Семак и девятый Ивица Олич. Валерий Газаев, главный тренер московских армейцев, состав в принципе предсказуемый, состав практически оптимальный. Практически, если бы не трагедия в семье Евгения Алдонина. На днях в Крыму в авторитострофе погиб отец футболиста сборной России. И он, естественно, сейчас не может думать о футболе. Он улетел на похороны наши соболезнования, Евгения. Бакинский Невчи, главный тренер Казбек Туаев. Следующий состав выставил этот интересный специалист. В воротах номер один Гусейн Магомедов. Три центральных защитника. Девятнадцатый номер Руслан Абасов. Играет на позиции левого центрального защитника, на позиции правого центрального защитника играет номер второй Игорь Гетман. Четырнадцатый номер Рашад Садигов в центре. Три защитника перед тремя центральными защитниками. Так, наверное, можно высказаться. За левую бровку отвечает шестой номер Рашад Садигов. За правую третий номер. Прекрасно знакомый многим любителям футбола из России Анатолий Тиблоев. Футболист с российским гражданством. И в центре номер четыре Эмин Гулеев. Два атакующих полузащитника номер восемнадцатый. Видадир Заев, ветеран команды, поигравший еще в союзном чемпионате. Игрок шестьдесят седьмого года рождения. И номер седьмой диспетчер команды, ее мозг, Махмуд Гурбанов. И два нападающих. Девятый номер. Гурбан Гурбанов, капитан команды. И двадцать второй. Заур Тагизаде. Один из двух футболистов мельчи, которые забивали мячи в этой лиге чемпионов. Заур Тагизаде и Эмин Гулиев. Для вас сегодня работает пара комментаторов. Вадим Никонов и Илья Казаков. Вадим Станиславович, вот сразу по картинке, какую мы видим здесь, в Москве, складывается впечатление, что достаточно жарко будет сегодня у Баку. И у футболистов, наверное, да, непросто в таком климате себя будет привести. Город Баку такой вообще самобытный. Как и стадион прекрасный. Я давно уже не был там в Баку, но стадион, по-моему, еще краше стал. Самобытная архитектура и прекрасное поле вот мы видим. А что касается жарко, ну и будет, конечно, жарко. И не только от того, что температура такая. Думаю, что бакинцы не в чьи предложат все усилия, чтобы, значит, показать хорошую игру. Тем более стадион заполнен до отказа. И вот, насколько я помню, в союзные времена очень сложно было играть в Баку. Тем не менее, пираток Циска перебью вас Юрий Жирков. И начинает Сергей Семак с мячом и первый удар поворотом Гусейна Магомедова на счету армейского капитана. Неплохо было, неплохо. Сейчас армейцы провели атаку, и хорошо, и удар поворотом был. И вот немножко из истории, что команда не в чьи была самобытной командой. И очень много было футболистов, которые входили в различные сборные. И вот нынешний главный тренер Казбек Туаев, очень самобытный был игрок нападения. Такой типичный правый край с хорошей скоростью, с хорошим дриблингом. Но нельзя не вспомнить и Эдуарда Маркарова, который играл за эту команду. А вот, кстати, перебью вас про Казбека Туаеву, пока у нас борьба снова в центре поля. Что это был за футболист по амплуа, по складу характера? Будет интересно понять, вот опять же, отталкиваясь от его игровой карьеры, что это за тренер? Какой кредо он предложит сегодня? Ну, вы знаете, на этот счет, Илья, я вам такую вещь скажу, что не всегда бывает, какой футболист был. Ну, кстати, все-таки Казбек... Казбек Туаев был очень резкий футболист, очень быстрый, скоростной и с хорошим дриблингом. В общем, как все крайние нападающие того времени, будь то левый, будь то правый, кстати, он правого края играл. Вот. И не зря он привлекался в сборные команды и играл там не последнюю роль. Так что, думаю, что очень опытный специалист. И вот как сейчас будет Невчи играть, мы посмотрим, что он перенес из своей игры. Думаю, что сейчас покажет игра, как играют футболисты Невчи под руководством Казбека Туаева. Пока ситуация оптимистичная, настраивающая на благодушный лад. Две минуты позади в матче, и ЦСКА уже два точных удара нанес. Один удар из предела штрафной, один из ее пределов. И вот, что приятно, опять же, армейцы стараются гармонично действовать. Первая опасная атака была через левый фланг, потом через центр. И вот сейчас Ролан Гусев заработал для самого же себя штрафной на правой бровке. Ну, взял на себя смелость, Ролан Гусев. Так и нужно, из-за свободной зоны было. Он просто легко прокинул мяч. Но, к сожалению, немножко не поспел. Или защитник очень своевременно подстраховал. Правда, с нарушением правил. Но мы посмотрим, что сейчас армейцы извлекут из этого штрафного удара. И я не знаю, как Гусев подает. И думаю, что и Олевич будет на опережение играть. Давайте будем наблюдать. И вот видим, что Юрий Жирков неподалеку от Ролана Гусева. Может быть, одна из заготовок Валерия Газаева. Раньше подобных розово-штрафных мы не видели. Пробегает Жирков мимо мяча. Подача Гусева. И не поднимает мяч Ролан. Поехал у него нога. Может быть, перед игрой поливали газон. И поэтому поскользнулся у защитника ЦСКА и сборной России. Сразу же сфалил в атаке. Стремясь сорвать комбинацию соперника. Восьмой номер ЦСКА. И Невчи пытается перейти на чужую половину поля. Пока мы видим, что присматривается к сопернику бакинский клуб. Как это ни странно. Почему не странно? Потому что я думаю, что все-таки информация от ЦСКА у бакинцев должна быть больше, чем у мяча. Конечно, была информация собрана. Сейчас такие средства сбора информации. И наверняка приезжали сюда разведчики. Кто давал информацию по команде ЦСКА. Но потом я все-таки думаю, что есть определенные боязни. Я думаю, что у футболистов Невчи все-таки греха таить. Армейцы рангом повыше. И все-таки думаю, что они сейчас немножко освоятся. И будут пакетовать. Тем более такая поддержка прибун. Вот первая действительная атака Невчи в этом матче. Гурбанов, Махмуд Гурбанов переводит мяч направо. Кстати, можно сказать про чемпион и обладателя Кубка Азербайджана. Что, в принципе, это базовый клуб сборной. Или, по крайней мере, один из базовых клубов сборной. Вот в этом составе сразу пять футболистов представляют национальную команду Азербайджану. Вратарь Гасан Заде, защитники Гулиев, Садыгов, полузащитник Махмуд Гурбанов и нападающий его однофамилец, наверняка, да не родственник Гурбан Гурбанов, капитан команды. Штрафной заработали сейчас хозяева. Крупным планом Асав Кинан, главный арбитр этого матча. Посмотрим, какие есть варианты розыгрыша стандартных положений. Или, по-моему, спорный. Спорный, да, спорный мяч будет. Потому что там что-то, по-моему, или обоюдное было нарушение. Ну, если сейчас армейцы отдадут мяч футболистам не в чьи, значит... Уже отдали, вот мы видим, с мячом голки. Хороший пример для подражания. И, дай бог, что игра пройдет в такой обстановке дружеской. Без таких грубых нарушений. Что касается информации, армейцы рассказали в интервью нашей прессе, что они в воскресенье просматривали в ответный матч между Невчи и клубом из Боснии широкий Бриек. И получили достаточно целостное впечатление о возможностях соперника. Правда, опять же, надо учитывать, что противник, когда у Невчи в том матче, был ниже их уровня. И поэтому выход Невчи во второй раунд Лиги Чемпионов получился вполне заслуженным. И вновь атака армейцев. Но то, что мы ожидали увидеть, то, что мы хотели увидеть в этом матче, мы пока первые шесть минуты видим. Разница в классе между соперниками, безусловно, большая. Безусловно, это чувствуется, и армейцы достаточно комфортно себя сейчас ведут в эти минуты. Комфортно ощущают, а не случайно в тромке поля постоянно Казбер Туаев выходит. Кстати, Невчи, вот обыграв клуб из бывшей Югославии, выйдя во второй профессиональный раунд Лиги Чемпионов, этого сезона уже установил лучшее достижение в истории клуба, если отталкиваться от Еврокубковых выступлений. Очень легко сейчас, посмотрите, был пройден шестым номером Рошадом Садиговым Ролан Гусев, и только выход на опережение своевременным Дэйв Дэвсу Шемберса разрядил ситуацию. Тут же полка тяжелого. Ну, вообще, ровные карточки должны быть по всем. Потому что был срыв атаки, очень грубо сыграли. Да, так и есть, показал и арбитр, прячет в карман горчичник, и резервный арбитр. Не зря Газаев сейчас со своего места поднялся. Вы видели, да, как резервный арбитр просил его... Ну, вы знаете, это Игры Лиги Чемпионов, и там судьи не делают послабления, они делают свою работу, и они, в общем, беспристрастные, так что дают то, что есть, и делают замечания по делу. И в данном случае Газаева немножко осадили, чтобы порядок должен быть на поле и порядок вне поля. Вот если, кстати, заканчивать разговор о информированности соперников, получали мы технический канал из Баку где-то минут за 20, начиная до эфира, и предложили нам режиссеры, редакторы азербайджанского телевидения, вариант расстановки ЦСКА, который, мягко говоря, удивил. Вот по мнению наших азербайджанских коллег, в атаке у армейцев должны сегодня играть Ерошик и Рахимич. Два центральных защитника, это Симак и Гусев, ну и так далее, варианты, которые могут только вызывать либо улыбку, либо недоумение. На Кенфеева сыграл сейчас неумышленно азербайджанский футболист. Ну, традиционно в чем должны быть сильные бакинские клубы, это вот в умении контролировать... Вы знаете, вот я сейчас смотрю на игру Невчи, и так же играла команда Невчи в лучшие годы, вот с таким хорошим розыгрышом мяча, потому что были очень хорошие игроки в этом плане. И посмотрите, снова выходит шестной номер, Ашад Садиков. И которые вот эту игру проповедовали. И команда Невчи, она была очень самобытной командой, она отличалась от всех, впрочем, и все команды того советского футбола, и, допустим, тоже Катакор Ташкент, и Арарат Ереван, они все имели свое лицо. Плюс располагали футболисты внизу рядом, и каждая республика делегировала одного-двух, а то и трех футболистов различной сборной, которые играли на разном уровне. Так что ничего удивительного нет. Ну вот один из них, один из футболистов того прошлого, это не шестой номер, это 18-й. Веда Дерзаев, когда камера слишком общий берет футболистов, не очень удобные для развлечения номера. Хозяев, армейцев-то мы, безусловно, знаем по игровому почерку, по фигуре, по фактуре, но с хозяевом, конечно, сложнее. Я нашу свои извинения, Веда Дерзаев. По карточку получил Анатолий Теблоев, и вновь атака. И первый угловой в этом матче все правильно делал Юрий Жирков. И мы видим, какие пустоты, да, у армейцев в этой зоне? Да, потому что, ну, может быть, конечно, может быть, сыграть и батарею, как-то очень, может быть, сбросить мяч. Ну, практически он правильно играл. Надежно, но во избежание неприятностей. Армейцам никак нельзя пропускать на выезде мяч, никак нельзя. И можно дальше как получится в атаке. Мольца Рот, это половина успеха. Махун Гурбанов. Красич до мяча не дотянулся, и только потом выносит армейцы мяч подальше на чужую половину поля. Ну, подбора нет. Выровнялась игра в последние несколько минут, и попытка дальнего удара слишком дальнего. Вы знаете, даже, Илья, смотрите, одни аплодируют, другие свистят. Ну, думаю, что, может быть, неоправданный удар был с такой позиции. И, собственно, у нас молодой латарь стоит очень неопытный, и такие удары для него не опасны. Тот же Анатолий Тиблович, который отметился желтой карточкой, пытался пробить издаль. Я думаю, это все объясняется психологией. Вот такие дальние удары, попытка успокоиться, попытка доказать самому себе, что ты можешь играть против такой команды, и отсюда может быть такая поспешность. Ну, трудно сказать. Тут, может быть, не всегда разум преобладает над эмоциями. Семак входит в штрафную площадку, блокирует удар. И новая атака. И опять Махмудурбанов, подбирая мяч, вырезает его налево диагонально. Одио первый должен успеть. С одним планом нигерийский защитник ЦСКА Рошад Садигов все активнее атаки хозяев. Вот в этой зоне левее центральной оси. Непростой сегодня матч предстоит Ролану Гусеву. Думаю, набегивается правый полузащитник ЦСКА. Ну, вообще, эта позиция, что слева, что справа, она требует, в общем, большой выносливости и функциональной готовности. Так что... Ну, тут еще многое зависит, как Гусев будет в атаке играть. Навяжет он игру активную, будет обыгрывать, значит, будет против него играть. Он будет больше против него играть. Кто кого, у кого больше силен. Рошад Садигов на партнера. Отыгрывает назад шестой номер мяч кому-то из своих защитников. В этом на Руслана Абасова. Шемберас длинный вынос мяча со своей половины поля. Ну, и примерно такой же ответ мы видим со стороны второго номера Игоря Гетмана. Еще раз отмечаем, что выровнялась игра, и в эти минуты, мне кажется, хозяева даже чаще мячом владеют. Нет нарушения правил, надо подниматься. Ирошек слишком сильно стоял сейчас Юрий Жирков на прямых ногах, не ожидал этого мяча. Вы знаете, есть закон в футболе, Илья. Если игрок стоит на месте, то ни в коем случае ему не надо давать мяч на выход, как говорится. Вот сейчас такая же ситуация была, но он не бежит игрок к таким причинам, значит, ну да ему в ноги. И элементарная ошибка, тем более для такого игрока хорош. Я думаю, что что-то никак кормить тоже не может. Может быть успокоиться тоже, и все-таки надо. Атака через правый фланг Махмуд Гурбанов. На Гурбана Гурбанова. И попытка капитана Невчи пробить сходу. Оди был неподалек, Оди присматривал за соперником. Между прочим, третий удар по воротам Игоря Кенхеева в этом матче. Пока ни один из них в створ ворот не пришелся. Но неприятная тенденция, учитывая, что армейцы мощно начали встречу. И два удары в створ ворот пришли. Два, и причем они попали в створ ворот. Ну здесь, если можно назвать ударами, особенно тот, который с 40 метров был. Но тем не менее они стараются. Ну, можно сказать, что пристреливаются. Конечно, не хотелось бы. И опять какая передача за спину получилась на Гурбана Гурбанова. Вот видно, что тяжело армейцам. Все-таки другой климатический пояс. Без нарушения правил. Отобрал мяч сейчас Раунгусев. Вот что неприятно, что поджимают сейчас футболисты нефчи армейцев. Что они большими силами расположились на левой половине поля. И все чаще и чаще игроки ЦСКА пытаются выйти из оборону вот такими длинными передачами, которые оказываются без адреса. Ну, нет. Здесь тогда надо бежать Олечу и скоростной игроку. Надо бежать. Даже пускай в ней игры будет. Но так свободно не будут завладевать мячом защитники нефчи. И вот смотрим. И подбора нет. Ну, тогда поборитесь хоть как-то. А бежать надо вперед и открываться. Тем более Олеч имеет такую скорость. Он вполне может убежать. Поэтому и так и все-таки нефчи-то. Где-то, в общем, и мяч, по-моему, больше контролирует. Последние, там, пять минут. Я бы сказал, последние действия. Ну, и снова это отбокнется. Смысл не во времени, а смысл в кофициенте полезного действия. Арахимович хорошо вышел, сыграл на опережение. А Симак далековато было от улича. А тут ему мягкую скидку делал. Приносим наши извинения за подрывы картинки. Не по нашему мнению происходит. Вы знаете, как раньше говорили. Не на территории Советского Союза. Смело идут в ободку футболисты Невчин. Не окажешься в этом качестве. Я думаю, что... Не есть у кого учиться. Вот нам уже какой раз показывают главного тренера. Но, к сожалению, далеко не таким был, когда футбол играл. Но годы, годы никуда от этого не денешься. И вновь передача вперед на Гурбана Гурбанова. Немолодой игрок, 32 года уже ему. А как постоянно нагружает его партнеры. Все передачи на него. Заур Тагизаде, второй нападающий в эти минуты. Просто незаметен. И за боковой сейчас. Ну, чувакинцы, красивый момент. Шемберс должен первым успеть к мячу. И опять весь подбор. Вся борьба. Везде быстрее футболисты Невчин. Ну, там нарушение было, наверное. Или вне игры. Вне игры, да. Но... Вы знаете, Илья, вот такие вот приемы. Вообще, они всегда воспринимались на ура. Вот в Баку. То есть, публика любит. Вот такие петроумные передачи. Экопатисты в кружках. Удары через себя. Так что это будет приветствоваться здесь. Сегодня, помимо этого матча, еще пять встреч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов. Армейцы угловой заработали. Первый в этом матче. Если не ошибаюсь, Пюник играет с Шахтером. Горица Славянская с датским Копенгагеном. Финский фикс Макаби Тель-Авив. Тиранов Ференс Варыша. Ну, а Висла на выезде выигрывает у грузинской вид Джорджии 2-0. Матч одновременно с нашей игрой начался. Смотрим, как Ролан Гусин сейчас будет подавать. Олеж должен первый успеть к мячу. Кому отдать? Надо быстрее отдать было Гусеву. Ну, вот он просто, Олеж сейчас силы тратит впустую. Был Гусев, мог Гусеву отдать. Интересная деталь. Команды играют официальным мячом последнего чемпионата Европы Ротейра. Тем мячом, который считается, дает шансы более слабой команде. Делает эти шансы более высокими на конечный успех. Потому что после ударов мяч порой, ну, в откровенно непредсказуемую траекторию получает. И вспоминается знаменитое американское высказывание о том, что Господь Бог создал людей слабыми и сильными, а потом мистер Кольт уравнял шанс. Вот, в какой-то степени мяч Ротейра тоже. Не могу сказать, что уравнивает шансы, но по идее, по задумке делает разницу в возрасте. Вот мне совсем недавно приходилось этим мячом, ну, если можно сказать, играть этот мяч. Но непредсказуемый мяч действительно летит просто или с бешеной скоростью, если хорошо в него попасть, или еще мало того, что он еще летит, изменяет направление движения. Снова длинная передача Шембереса. Гусев сейчас фактически как третий, крайне нападающий, играет. И вот выдвинув еще одного игрока, не знаю, получилось это так по ситуации или, может быть, это тенденция последних минут, не всегда это из картинки видно. Выдвинув еще одного игрока вперед в линию атаки, армейцы перевели игру в центр поля. Ну, я думаю, что армейцы в какой-то степени устраивают такая вот неспешная игра в середине поля. Все-таки уже им отмечали, что армейцы выше класса. Надо поточнее играть здесь, вот разыгрывать мяч подольше. И с выводом кого-то вот слева, наверное, тут вот, видите, подключился. А надо было подключиться, это Березуцкий, по-моему, там, если я не ошибаюсь. Надо было подключиться и отыграть кого-нибудь с места. Ну, конечно, вот, понимаете, и Бакинц так вроде обороняется плотно. Неудобная схема, конечно, и очень хорошая мобильная команда «Невчи». Вроде бы шесть номинальных защитников, но три из них, из этих защитников, в тот момент, когда команда переходит в атаку, они постоянно от атаку поддерживают. Рахинич пошел вперед на Жиркова. Достаточно жестко против Жиркова сыграли, однако он продолжает борьбу за мяч и страховку. Здесь очень хороший подкат нам пределось, у футболиста «Невчи». Вот такие подкаты украшают игру защитника. Это игрок сборной Рашад Садыгов. Молодой игрок, 82-го года рождения. Передача в центр. Еще раз приносим наши извинения за подрывы картинки. Продолжается атака Рашад Садыгов. Фактически в том, Летевский удар. Опять, мне кажется, поспешил немножко. Но, может быть, так для нас-то лучше, чтобы он бил поворотом. Но по игре-то вообще мог еще и дальше продвинуться. Четвертый удар Рашада. Рашада Садыгов. Второй в этом матче, если не ошибаюсь. И четвертый удар. И все удары с дальней дистанции. Пока, если не брать в внимание тот, который, помните, Курбан Курбанов с позиции левого нападающего, с разворота пытался нанести Олич. Ну, вот Олич сейчас. Вот так вот надо играть Оличу. Тогда будет напряжение держаться у ворот. Не в чьи вот такие вот. Видите, сейчас заставил своим действием мяч выбить в аут. И армейцы будут мяч в игру вводить. Это тоже при этом все позитив. Это позитивная игра, которой армейцы владеют мяч. И они заинтересованы, чтобы где-то сбить вот этот вот. И мы видим, что поехали шипы на бутсов. Элвер Рахимичев в тот момент, когда прокидывал мяч в сторону Рашад Садигов. И вновь передача туда, на левый фланг, на Курбана Курбанова. Неточная передача. Неудобная. Да, затормозил немножко. И вот посмотрите, прошу прощения. И у Красящи тоже нога едет. Неприятный факт, учитывая, что постоянно армейцы не могут координацию сохранить. Ну, здесь трудно сказать. Сейчас только бутс появилось с такими разными шипами, что, ну, не думаю, что футболисты, выходя на игру, не подбирают шипы по состоянию поля. Потому что в самый неподходящий момент игроки падают. Это надо обыгрывать игрока, он вдруг еще, не дай бог, когда поворотом бьет там. Вот, вот, вот. Практически половина первого тайма позади. В матче не вчится из КАП. По-прежнему 0-0. Но еще раз отмечаем тот факт, что очень жарко в Баку. За 30, может быть, даже за 35. Правда, солнце уже довольно низко стоит. Это мы можем по теням определить. Но за день воздух настолько в городе прогрелся. Что дышать, я думаю, сейчас не будет. Там с пионом Каспий рядом. И вот такой вот создается, типа, не знаю, как это назвать, по-научному. То есть, бывает так, что жарко, и еще вот эта вот близость воды создает. Испарение. Испарение, да, удушливость такая. Да еще в Баку такой город с определенным запахом. То ли нефти, то ли... В общем... Нефтепродукты? Да. Очень много танкеров всегда там стоит на рейде. Герошек и Березовский сейчас вдвоем мяч отобрали. У соперника Красич в центр. На улице красивая скидка мяча. Хорошо было сыграно. Семак подбирает мяч. И перекидывает вратаря один. Ой-ой-ой. Как показалось, извините, я поспешил. Но мне показалось, что мяч... Летит в ворот. Да, летит в ворот. И так вот камера, наверное, показывает. Хороший момент очень был. Отметим вообще комбинацию армейцев, когда вот сыграли составление мяча пяткой. И... Ну, дай бог, чтобы такие вещи на поле... Повторы видим. Зря... Перекидывал. Ну, конечно, перекидывал. Но получилось так, что вроде как паздывает. Но, тем не менее, отметим. Отметим хороший момент. Рахинич хорошо ставит корпус. Останавливается за Уртаги, за Дэнни. И ведет борьбу дальше против Босница. И вот там уже, в районе центрального круга, на чужой половине поля, игроки нефчей армейцев встречают. Березуцкий. Нажеркова. Еще одна деталь из прошлого. Не только связанная с названием команд. Мы видим, что мы в республиканском стадионе Баку имени Тофика Бахрамова. Беговые дорожки сохранились. И... Крытые вот эти вот кабинки, тренерские скамейки, они достаточно далеко от поля. И поэтому тренерский штаб вместе с запасными сидит на лавочках, как в советские города. В советские времена на этом стадионе сидели прямо на трибуне, где вот эти вот... Под табло сидели запасные. Тогда так принято было. Не было этих скамеек, которые стояли на беговой дорожке. Но все меняется. Может быть, я просто не так далеко ушел в прошлое от своих воспоминаний, потому что на фотографиях 70-х, 80-х годов там... Такие вот скамеечки как в скверах стоят, вот прям рядом с бровкой. Но вам, конечно, лучше помнить. Красич на Гусева. Назад Ролан отыгрывает на Ерошек. И опять посмотрите, как очень плотно выстроена оборона у команды Казбека Туаева. Правда, так обороняться тоже непросто. Постоянно требуется работать без мяча, перемещаться. Ну, тут все зависит, как армейцы играют. Вот если они играют неожиданно, вот как вот перед этим моментом был, то можно и забивать, и нужно забивать, играя вот в такой футбол, который ставит трудности определенные для обороны. А если так вот примитивно в недопас играть, вот не зря Газаев сейчас встал и делает показания. В недопас и только передача назад с последующим мужчиной. Надо открываться вперед сутки нападающих. Тогда будет опасно, тогда будут штрафные. Прессингуют армейцы довольно большим числом. Вот посмотрите, где Березуцкий оказался на позиции нападающего. И сразу сложности у хозяев, чтобы выйти со своей половины поля. И опять же мы видим, что вроде бы удалось на какое-то количество метров вперед продвинуться игрокам ничьи, но все равно, все равно по-прежнему едва линия в полном составе там армейцы. Красич. Остро атакующий состав сегодня на матч выбрал Валерий Газаев. Это мы отталкиваясь от подбора полузащитников, можем сказать. Гусев, Жирпов на бровках в центре Красич, Ерошик и только один Рахимич. Как разрушитель, может быть еще и поэтому не всегда за мяч удается зацепиться армейцам. Тогда соперник летет свои вот эти вот кружева в центральной зоне. Игроки более склонны к атаке, чем к борьбе. Вот в том-то и мастерство футболистов. Пускай их не так много, но именно вот из каждого момента надо мяч корпусом закрывать, когда в недопас получаешь мяч, чтобы какой-то штрафной заработать. И даже где-то в центре поля это все будет в пользу ЦСКА. Но, к сожалению, мы пока не видим вот тех открываний, на которые способен Олеч на скорости. Симак неплохо. Вот видите, но Симак вообще отличается. Очень любит такую игру кондиционную. Вот сейчас он хорошо сыграл. Но, к сожалению, тоже ничем не было необходимости вызвать, чтобы вот такую передачу делать. Но можно было еще как-то мяч там задержать немножко. Шендерас пока очень надежно играет в центре обороны. Вообще, армейская защита молодцом. Пока смотрится еще один дальний удар. Первый в створ ворону. Вот это уже что-то. Это уже что-то. Потому что удар, который идет в створ, он очень опасен. Шесть ударов по вороту Макенфеева нанесли хозяева. Один из них пришелся в створ. У армейцев точность выше. Два из трех. Никого там нет? Ерошек. Никто добрал Ерошек. Молодец мяч. Продолжение двигаться вперед. Можно пробить отсюда. И накрывает все-таки удар Игорь Гетман. Ну вот уже что-то. Вот уже обнадеживающая ситуация для последних минут. И вновь не самое лучшее передание. Ну, это, наверное, вратаря, чтобы не замерз. Вернее, чтобы не перегрелся. Чтобы не заскучал. Да, не заскучал. И, скорее всего, это верно. Удивительно, что Гусейн Магомедов играет... В штанах, в тренировочных брюках. По такой погоде, по такой жаре. На шортах. Ну, кому как удобно. Ну, наверное, потому что. Ну, раньше вообще запрещали. На одно время было, что нельзя было в таких бриджах, по-моему, называется. Гусев на Симака. Симак. Немножко не точно Сергей сыграл Симак. Но, во всяком случае, это остро было. Но в следующий раз, может быть, получится. Но такие передачи очень опасны. Теплоев подобрал мяч. Идет вперед. Анатолий и теряет. Вязнет он в армейской обороне. Красич. Много. С охотой работает с мячом. Знаете, молодец он. Как похвалил мяч потерял. Ну, хорошо, мяч принял в середине поля. Хорошо набрал скорость. Ну, где-то кого-то обыграл, там, по ходу его. Перегнал, вернее, даже не обыграл, а перегнал. И, ну, остановись тогда и пусти мяч. Дел, как ты говоришь. Хочется снова видеть армейского капитана. Конечно, это, видимо, от природы. Такое качество, такие данные. Ну, потрясающе. Вот ощущение, как набирает где-то. На первом сборе приличную функциональную форму Сергея Семакта. До глубокой осени, практически до зимы, ее и не растрачивает. Постоянно в движении, постоянно мобилен. Не выключается ни из единого эпизода. Ну, вы знаете ли, это, в общем, действительно, качество такое хорошее. И плюс ко всему, ну, набрал-то он набрал. Но, главное, еще эту форму поддерживает. Не только тренировками. К сожалению. Разрез, извините, опасная передача. Да, это очень опасно. Я все-таки закончил про футболиста, в данном случае, про Семака. То есть, подготовка к матчу должна быть не только в тренировках, но и вне футбольного поля, а в домашней обстановке. Так что, поэтому Семак и все про него вот так вот, насколько я знаю, отзывают, что он очень такой профессионал в этом плане. И поэтому ничего удивительного нет, что он всегда, бывает, хуже игры. Но уровень все-таки стабильный, он всегда на виду. Ну, бывает, игры чуть похуже, чуть получше, но средний уровень очень высок. И это подготовка, подготовка к играм. Ну, что можем сказать? Вот у нас практически полчаса матча позади. Если оценивать игру в целом за этот отрезок, видно, что Никчи очень хорошо выучил соперника, в отличие, опять же, от прислабых режиссеров трансляций. Ну, может быть, что-то не разобрались. Во всяком случае, мы видим то, что бакинцы также играют ноль в свои ворота, и вот уповая на контратаки, понимая, что в общем... Нет, я хотел сказать о том, что они знают, в какой манере играет ЦСКА. Они готовы к этому сопернику. В принципе, вот типичная ситуация для маленьких клубов, которые выступают в подобных турнирах. Они готовятся каждый раз к новому конкретному сопернику. И в этом, в этом может быть их превосходство. В первом матче, в первом тайме вот этого противостояния для ЦСКА, все-таки Никчи, даже если они один тайм армейцы на своей базе смотрели, матча против широкого Бриега, имеют представление боярикой команде, все равно ЦСКА не к Никчи готовился. ЦСКА готовился к Лиге Чемпионов. Ну, конечно. Но в любом случае нельзя спустя рукава. Мы уже наблюдали не только в том году армейцев или позапрошлым. Не столь важно. Нельзя ни одной команде, тем более лига чемпионов, относиться спустя рукава. Интересный сейчас вариант. Гурбан Гурбанов принял забегание. Партнер сделал, поддержал атаку. Оди не дрогнул, не купился на финты. И поэтому снова из глубины поля пытаются бакинцы атаковать. Садигов забрасывает мяч на партнера. Махмуд Гурбанов Отрывается от Красича. Скрытая передача и уйдет все-таки мяч за лицевую. Вы знаете, передача просто великолепная была. Немножко, конечно, форвард сейчас. Надо было идти на этот мяч, а он с места хотел его принять. Это очень неприятный момент был ворот армейцев. Поиграл в Иране, поиграл в Симферополе за Таврию. Махмуд Гурбанов отмечает еще раз его передачу. 31 лет этому футболисту. 10 мая 73-го года родился. Но возраст самый такой, футбольный. Никогда еще не наступило. Когда ноги бегут, еще и голова уже. Это не тот случай, когда если молодость умел, а старость могла. Это как раз именно то сочетание хорошее, что умеет и может. Гусев на Оличе. Столкнулись два защитника. Досталось и Хорвату, и игроку национальной сборной Азербайджана Рошаду Садыгову. Ну опять вот мы смотрим, или вы правильно заметили, что ноги вот поехали. Или может действительно, трудно сказать, может быть и дождь прошел там. Но есть места, где мне кажется влажно просто на поле. Юрий Жирков не смог обыграть соперника. Сблизился, увяз в нем. Вот именно сблизился. Но надо пытаться, надо пытаться, что слева, что справа. Надо пытаться с флангов. Потому что очень массированная оборона создана здесь в середине поля футболистов ничьи. Так что, наверное, будет лучше. Лучше, конечно, что с флангов будут проходы. И хорошие передачи. Надо... Жирков правильно делает. Хотелось, чтобы более Гусев активен в этом плане был. Тогда мы что-то будем иметь. Я хотел сказать о том, что мы не видим штрафных. Вообще, не то чтобы с флангов. Не то чтобы с центральной зоны, даже с флангов. Это претензии в адрес нападающих Цельска. И Симак должен поактивнее играть, чтобы нарушали на них правила. Значит, поактивнее надо действовать и идти в обводку. Смотрим, как второй угловой разыгрывает азербайджан. С интересным розыгрышом. Из разворота. И Мин Гулеев запускает, к счастью для нас, мяч в небеса. Отметим. Видно, наиграно может быть. Немножко задел, конечно. Вот это, может быть, и спасло в какой-то мере от угрозы такой очень реальной. Юрий Лайзенс вместо 17-го номера Милоша Красича. Считает Валерий Газаев, что необходимо усилить игру армейца. В средней линии Красич со своими обязанностями диспетчера не справился. И первая замена. Но Висла ведет уже 4-1 в матче на выезде против грузинской Ви Джоджи. Первая команда, которая выходит в третий коэффициентный раунд, мне кажется, уже определилась. Удья. Усев пока не очень заметен в этом матче. Равно, как, наверное, и Жирков. Семак. И не рискнул сейчас Сергей в разрез делать передачу. Дальний удар. Камера за мячом не уследила. И удар, судя по всему, очень непростой. Да, и вратарь-то пришлось ему по вратительскому броске. Прошло, что так мимо ворот. Дерошек бил. У Иржи приличный поставленный удар. Вы знаете, еще мяч встречный был. И вообще очень приятно бить встречный мяч. Он еще с дополнительным ускорением летит. Еще раз мы смотрим. Вот первый повтор из-за ворота. Я думаю, нам наглядную ситуацию обрисует. Очень неприятно. Облизал перекладину мяч фактически. Вряд ли вратарь бы смог этот мяч отразить. То, что он одной рукой тянулся и пробил бы. Иржи Иржи пробил бы ему руку. Ну вот это уже что-то. Пускай дальний удар, но это опасно. По количеству опасных моментов армейцы нагло сильнее пока. Футболистов не в чину, но табло по-прежнему 2-0, как и перед началом встречи. За 10 минут до перерыва в матче. Публика достаточно живо реагирует на какие-то события. Разогревая сама себя. Хорошее настроение у бакинцев. Интересный соперник. И безусловно ажиотаж. Многие болельщики со стажем наверняка пришли на трибуны этого стадиона. Болельщики, которые еще помнят прекрасно все перипетии советского чемпионата. Ну я повторюсь, что, коли мы вернулись к советскому чемпионату, очень непросто было играть в Баку против ничьей, очень непросто и очень там было тяжело не только выиграть, а и в ничью сыграть. Настолько вот и поддержка трибун была, и еще раз про команду скажу, очень самобытные, сильные команды там были. Один в Нишевске что стоило. Лайзенс. Очень интересно за Юрием посмотреть в этом матче. Давненько он не выходил на поле в красно-синий форме. Рахим еще, по крайней мере, в основном матче основных составов. Вот это неплохо бы могло получиться. Но опять очень хорошая подстраховка. И нет пустых зон. Все заполнено. Да, заполнено. Нет, правильно Илья, вы сказали. Заполнено все. И не зря вот такая схема была нам выставлена на экране. Три-три-два-два. Да. Неплохо, Илья Циолич. Судья, судья дает играть. Атака. Ерошек. Разрез нет. Там не дадут такие продажи сделать. Слишком много. Он опрашивался ход туда, в сторону Жиркова. И снова посмотрите. Боковой прессинг. Один сзади накрывает, другой сбоку. А третий кричает лицом в лицо. И, естественно, так не пройти вперед. Это очень тяжело. Очень тяжело. Это надо индивидуально обыгрывать. И вот с фланга. То есть сочетать игру надо и в середине. Ну и побольше мяч надо все-таки контролировать. Именно вот перештрафной. Где-то, чтобы мяч гулял. Это, знаете, такой термин есть. Чтобы мяч гулял от одного футболиста к другому. И желательно игра в одно касание. Чтобы защитники никто не успевали перестроиться. По-другому все-таки такой оборону очень трудно взломать. И Мингулиев направо на Махмуду Гурбанова. Партнеры играют. А нам еще раз повтор армейской атаки. Сергей Семак с защитником. И рядом Гусейн Магомедов. Скидка назад не идет вперед. По-моему, это третий номер. Анатолий Теблоев. Негрубая игра. Абсолютно. Оди очень хорошо сыграл. Он очень в перехват хорошо сыграл. ЦСКА могло бы получиться. Могла бы получиться быстрая такая контратака. Но, к сожалению, опять передача никуда. Рахимович. Подобрал мяч Элгер. Налево разворачивает атаку. И опять не доходит мяч. Теблоев оттянется назад в оборону. И посмотрите, как неплохо сейчас Заур Тагизаде зацепился за мяч. И штрафной. Извиняются армейцы Ерошет и Алексей Березуцкий сейчас перед соперником. Хоккейный мяч. Не было никакой необходимости Березуцкому нарушать правила. Тем более, там подстраховывал его. Он на Тарасимович был. Хорошо еще так обошлось без карточек. Не пускает армейцы последние минут 20, наверное, соперников к своей штрафной площадке. Был у них небольшой провал где-то с девятой по пятнадцатую или, может быть, с шестой по пятнадцатую минуту. Когда футболисты бакинского клуба подходили к штрафной площадке. Несколько раз били. Частью не точно. Ну а так, в целом, преимущество у команды. Потихонечку, потихонечку игра, конечно, перемещается в сторону воротничьи. Помощнее армейцы в борьбе за верховые мячи. Жирков оставляет мяч Ерошеку. Можно пробить, Ерошек это и делает. Самый бьющий игрок составит свистка в этом матче. И правильно бьет угловой. Два удара. И какие неприятные. А смотрите, невысокого роста, братарь. Гусейн Магомедов. Вот сейчас, когда камера крупного взяла, это хорошо видно. И поэтому все удары под перекладину. Не низом бьют, а верхом армейцы. Еще раз мы видим момент удара. Двумя руками. Даже немножко как-то неловко. Но как будто не было спас свою команду сейчас. Далкипер не в чей. И Ролангусев у мяча фотокоры смотрит исключительно. Вы знаете, что там Ерошек как-то штрафной. Я не знаю, что случилось. Не успел посмотреть. Но видно было, что он как-то присел. И вот что случилось. Я просто не могу понять. И пока у нас пауза. Отметим, что и вратарь вратарей. В общем, не в те далекие времена. Нет, это Лайзенс. В те далекие времена были. Одно Сережа Крамаренко может вспомнить. И статный, очень мощный вратарь был. Кстати, тоже входил в олимпийскую сборную, по-моему. И Вячеслав Чанов тоже, да. Бог вам не ростом не стать. Все в порядке, к счастью, с Урием Лайзенсом. Сможет Латынш продолжить встречу. Урием Лайзенс. Вносит снизом. Сейчас будет, может быть, удар. Может, еще подача. А там никого нет. Может, действительно пробить нужно было. Позиция хорошая была. Не делать эту передачу туда. Выходили. Ну, а куда там? Ну, там же игрок не в чьи стал у дальней штанги. Там и не могло быть никак не игры. Вот это немножко удивительно. Ну, если бы выходили все бы, ну, и выходили бы армейцы тогда. Ну, смотрим. И тут вратаре два еще игрока у дальней штанги стать. Чего бояться? Пять минут до перерыва. 0-0. В матче второго раунда Лиги Чемпионов. Второго квалификационного раунда. Первый матч на берегах Каспио Шембера. Смечает вперед. Олевич зацепится. Зацепился. Скидка не совсем удобная. Она не совсем удачная была. Удобная, но чуть поселее нужно было дать мяч. Вот каких-то, в общем, таких маленьких мелочей не хватает армейцев. Что-то продолжение, чтобы атаку продолжить, что-то такое реальное было бы у ворот. Кроме вот этих двух ударов и ротшика. Поточнее надо играть в такой вот завершающей стадии. Вот именно игроки, которые могут дать последний пас. Вот поэтому они ценятся. Чем, в общем, в принципе, есть у ЦСКА, кто может это сделать. Это Симак. Но, к сожалению, пока... Берлайзенс. Столкновение было, по-моему, Ильбет Суолич столкнулся с Махмудом Гурбановым. Или Элвер Рахимович, по-моему, боролся за мяч. Да, действительно, Босний сейчас извиняется перед соперником. Все в порядке. С диспетчером хозяев сможет продолжить он встречу. На часы уже посматривает арбитр матча Асавкина. Три с половиной минуты до окончания первого тайма. И вновь спорный удар. Сейчас назначит арбитр. Останавливал на грузе того, что один из футболистов не смог ее продолжить. И 18-й номер. Ветеран команды. Видадер Заев. Сильно вперед на армейскую половину. Шемберас на Кенфеева. Оставляет тигр мяч Дэвидус. И защитник перебивает его вперед на друга Гусева. От главы защитника Невчи. Мяч сейчас уходит за боковую. Открылся Ролан. И опять вот немножко точности не хватает. Все правильно армейцы делают. Каких-то полметра не хватает для того, чтобы сейчас грузить первому мячеву. И была бы очень опасная такая фланговая атака. Армейских болельщиков нам показывают. 300 поклонников ЦСКА сделали такой неближний выезд. Кто-то на самолетах, кто-то на поездах. Кстати, год назад в столице Македонии 250 болельщиков приехало, как сообщил клуб любитель спорта ЦСКА. Сейчас этот результат перекрыт. Еще один штрафной назначает арбитр. На этот раз в сторону ворот ЦСКА. Далековато от ворот. Метров 35, наверное. Не меньше. Помощнее, повыше. Футболисты Газаева должны, по идее, не испытывать проблем в борьбе за верховые. Мячи. От колена Лайзенс мяч взмывает воздух. Никак его футболисты на газон не опустят. Жирков это делает. И передача вперед Юрия Наолича. Скорость должна быть у Хорвата выше, чем у соперника. И оставляет? Нет. Не ходит все-таки мяч за боковой. Непонятное оживление у участия болельщиков. В основном, молодых болельщиков. Невчи, которые сидят ближе к воротам Гусейна Магомедова в первом тайме. А у нас сейчас последняя минута стартового тайма пойдет. Одио спокойно на Лайзенца. Отвечает к атаке... Вот правильно все сейчас Лайзен сделал. Надо было Березуцкому просто бежать на этот мяч. И он бы уже на скорости туда пересек центральную линию поля. И намного опаснее было бы этот рейт. А он стоял, к сожалению, ждал мяч. И вот так все получилось. Не было скоростной атаки. Тяжело армейцам еще раз это заметили. Да, может быть, конечно, жарко. Но как-то приспосабливаться надо. И все армейцы хотят нормально сыграть в боку. Где-то через немогло. Еще один удар. И опять Рошада Садигова. Самый молодой игрок стартового состава. Невчи. Еще раз напомню, что в октябре 83-го года он отметит свое 31-летие. Ну, 21-летие. И один удар с другим пытается носить из своей зоны. Лево. Полузащитники. Одну минуту добавляет главный арбитр. Насколько можно разглядеть на этом табло к первому тайму. И уже идет добавленное время. Заканчивается первый тайм. Атака ЦСКА. Жирков. И опять нет подачи. Опять очень плотно. Не выбрасываясь. Против игроков ЦСКА действует защитник Левчи. Хороший подсказ. Постоянная подстраховка. И очень высокая плотность. Непростая команда безусловная. Теблоев. На Березуцкую. Алексей не растерялся. Герошек. Неудобно отсюда бить. И передачу делать неудобно. Рахимич налево. Юрий Лазинс. Ой какой момент был сейчас у Симака. Выскочил капитан ЦСКА из-за спины соперника. И могли армейцы уйти на перерыв. Ведя в счет. Классная атака. Просто классная. Не знаете как действительно прозевали Симака. Смотрим. Ну и защитник в общем-то промахнулся мяча. Все вместе. Хорошее открывание Симака было. И не верно игра защитника. Выбит сейчас Гусей Магомедов мяч. И тут же не с этим сомнением прозвучит свисток на перерыв. Должны армейцы добавить во втором тайме. Моменты у них есть. Осталось довести их до ума. Реализовать. И тогда все будет в порядке. Перерыв. Перерыв.